Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами на несколько каточек из ангара М6 Йох. Что за машинка такая, сейчас обсудим, но я уверен, что все о ней слышали, все о ней знают. Ну и поэтому закатимся в бой, там оценим все технические характеристики непосредственно в самом замесе, а поговорим только лишь о орудиях. Орудия здесь два. Одно, в принципе, открывается сразу, как только вы открываете Йоха, представляет собой трехзарядный цикличный магазин. Со временем перезарядки магазина 12,5 секунд, 12,6, с вылетом каждого снаряда через 2,5 секунды, с разовой альфой в 300, ну и соответственно 3000 единиц урона в минуту. Что же касается второго альтернативного орудия, многие предпочитают его, именно его я сейчас и покажу. 450 единиц альфы, 252 единицы пробития, 2 снаряда в магазине, секунда из 0,7 перезарядка снарядов между собой в самом магазине. То есть, по сути, за меньше чем 2 секунды с вашего ствола орудия вылетает 2 снаряда по 450 средних. То есть, грубо говоря, от 800 до 900 урона вы заносите плюс-минус 100%. Что же касается урона в минуту, он составляет на полтысячи единиц урона меньше, чем у базовой пушечки. И у него все-таки немножечко время сведения и разброс чутка похуже. Но мне это орудие все равно нравится. Не знаю чем, но вот нравится, да и нравится. Поэтому его и показываю. Ну, а кто захочет, напишите в комментариях. Если прям сильный ажиотаж будет и прям всем это надо, то могу сделать дополнительный обзор пушечки базовой. Что касается углов вертикальной наводки. 18 вверх немножечко иногда не хватает, но в целом очень даже неплохо и хорошо играбельно. Что же касается углов наводки вниз, минус 10 очень даже хорошо и очень даже играбельно. Особенно если вы от башенки играете где-то на неровностях. Это все, что я хотел вам сказать по орудию, а сейчас приглашаю вас в бой. Ну и попробуем заценить этот танчик в бою и сразу зададим один очень важный вопрос по данному танку. Итак, ребятки, пока нас забрасывает в бой и у меня есть пара секунд, я хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Подпишитесь, пожалуйста, вам подписка будет стоить ну ровно 0 копеек. Для меня это огромный вклад в развитие моего канала и я вам буду несказанно благодарен за то, что вы это сделаете. Еще буду благодарен за комментарии, за то, что вы напишите мне что-нибудь интересное по данному танку, либо пообщаетесь, либо поделитесь своим мнением с теми, кто тоже будет смотреть и читать комменты, кроме меня. Возможно, ваше мнение для них будет решающим. Плюс к тому, рекомендую вам поставить пальчик на колокольчик для того, чтобы получать информацию о новых видео, о стримах. На стримах мы играем, получаем удовольствие, общаемся, играем во взводе абсолютно бесплатно. Поэтому, ребят, приходите, я всегда буду рад вас видеть. Итак, возвращаемся к нашему Йоху. Йох собой представляет тяжик, который, ну, довольно-таки машинка подвижная. Сказать, что он какой-то прям совсем тугой, абсолютно нет. И мне он, честно говоря, этим нравится. Чем мне еще нравится Йох? Еще мне Йох нравится тем, что у него вот эта башня, она, ну, очень хорошо рандомно-рикошетная. Она, ну, с трудом пробивается с морды, там надо выцеливать. А что касается взбочинки башня, ну, да, безусловно, шьется. Что касается орудия. Время сведения у орудия довольно неплохое. Точность стрельбы у орудия, ну, я бы сказал, что больше приятная, чем неприятная. И вот вам во всей своей красе броня данного танчика, которая сейчас хоть что-то, да, в принципе, не позволила протолкнуть непосредственно вовнутрь самой машины. Что касается времени перезарядки всего магазина. Да, безусловно, время перезарядки магазина это, ну, я бы сказал, ахиллесово пита машинки. И, честно говоря, безусловно, хотелось бы больше. Но, ребят, давайте не будем козлить эту машину за долгую перезарядку по одной простой причине. Потому что это все-таки барабан, ребят. И требовать от него, чтобы при его 900 альфы за 2 секунды в 2 снаряда и возможности добивать двух недобитков, на которых вы выехали. Еще и просить, чтобы время перезарядки было какое-то имбовое. Но это, как минимум, нечестно, согласитесь. Поэтому, в целом, я не буду его хаять непосредственно за время перезарядки. Что же касается играбельности данного танка, его результативности, его возможностей. То вот сейчас от меня прозвучит тот вопрос, который я хотел задать буквально минуту назад. Я обращаюсь к разработчикам и хочу спросить у них. Ребят, а часом не понерфили ли вы его так, что мы этого не заметили? Потому что, если отталкиваться от вашей официальной информации, то те какие-то там изменения, которые в него вносились, они, по моему ощущению, не должны были привести, но прям к такому падению результативности танчика в бою. Я не думаю, что у многих игроков, которые изначально выкачивали себе Йоха, ну прям как-то резко, абсолютно беспричинно, стали кривые руки настолько, что он настолько стал менее результативным. Если кто-то со мной не согласен, пожалуйста, напишите в комментариях и напишите, что, да нет, дружи, этот танчик продолжает классно кататься, это имба, это там, то есть, ну, я на нем нагибаю, вопросов нет. Но вот я сейчас делюсь своими ощущениями. И уж тем более напишите в комментариях, если вы со мной согласны. Итак, за время нашей игры, с моим постоянным разговором с вами, ну и, соответственно, малой концентрацией на самом бое, 1727 единиц урона. Маловато, потому что это меньше, чем запас прочности нашего танчика. Мы одного уничтожили, но, в принципе, он уже был подбит. Ушли в минус, что, в принципе, неудивительно. Ну и в нашей команде мы заняли третье место по урону. Обратите внимание, ребята, что бой мы проиграли и, в принципе, мы слились. Не потому, что мы там прям совсем галимо играли, не потому, что у меня прям совсем в 100% кривые руки. Хотя кривизны рук я не отрицаю. Так оно и есть отчасти у меня действительно, но не сильно большая статистика и я не сильно скилловый игрок. Но, ребят, бабаха, которая за раз наносит хотя бы 900 урона там, ну, пускай 800, она вообще ничего не сделала в бою. Она не сделала ни одного шота, сделала она хотя бы два шота и это уже полтора косаря как минимум, а то и под 2000 нанесенного урона команде противника. Чафтейн МК-6, премиумный танк, который сандалит по 400 единиц урона в среднем плюс-минус и имеет довольно быструю скорость перезарядки, является тяжиком, тоже в бою ровным счетом ничего не сделал. То есть, в принципе, вот эти два товарища поживи подольше, а вот этот товарищ вывали хотя бы весь свой барабан нормально с уроном, то, в принципе, и мы бы прожили подольше, и мы бы урона больше набили, и линию бы выдержали. Ну, в общем, результат боя, ну, как бы не совсем из-за нас провален. А теперь давайте закатимся еще в один бой и попытаемся отыграть чутка лучше. Пока мы закидываемся в бой, скажу вам откровенно, я не пытаюсь снимать видео, которые рекламируют конкретные машины. Я не пытаюсь снимать видео, которые делают из любого танка имбу. Было бы у меня на это желание, я бы отыграл 20, 30, 40 боев, сделал бы из них нарезку каких-нибудь шотов с подрывом боеукладки, еще чего-то. То есть, повырезал бы самые сочные, классные, вкусные моменты и сказал бы, вот он танк, ну, просто имба, берите все, кому не лень, качайте все, у кого есть свободное время и нервы. Я, ребят, снимаю абсолютно честные, чистые обзоры с первого дубля, ничего не нарезаю, ничего не склеиваю и показываю, как этот тот или иной танк выезжает из ангара, попадает в реальный замес и, соответственно, как он играется по факту, а не так, как хотелось бы, чтобы рекламировался танк. Поэтому, ребят, если кто-то не согласен с тем, как я делаю обзоры, напишите об этом и, возможно, мы с вами это обсудим. А лучше всего приходите на стримы и обсудим это непосредственно там. Итак, что касается танчика еще, хотелось бы отметить вопрос по поводу, а кому он нужен и кому бы я рекомендовал его качать. Я бы однозначно не рекомендовал качать Йоха как одну из первых веток ТТ. Но хотя бы исходя из того, что сама веточка, она все-таки требует сноровки, требует привычки, ну, в общем, требует умения играть на тяжиках. В общем, она от вас требует гораздо больше, чем может себе позволить какой-нибудь среднечковый игрок. Что же касается остальных, те, которые уже поиграли и им нечем заняться, и они не знают, что себе еще покачать, а Йоха еще не качали, но все-таки хотелось бы, но сомневаюсь и так далее. То есть всех вот этих вот товарищей, которые думают, ну, куда бы еще мне прильнуть, в какую сторону бы дернуться. Ребят, Йох абсолютно то, что вам надо, если вы давно играете в танки. Берите этот танчик, вы не пожалеете. Возможно, в ваших руках он будет нагибать, возможно, нет. Возможно, вы потом будете рекомендовать ему кому-то, а возможно, будете говорить, что этот танк худшее, что можно было придумать в этой игре. Ну, в общем, развития событий может быть много, но если вы имеете в своем запасе уже добрый, там, образно, пяток десяток, ну, соответственно, ребят, выбор исключительно в пользу Йоха. Я не буду дальше доигрывать данный бой, линию ТТ слили, СТшки, ну, что-то досделали. Хотя, в принципе, посмотрите на результативность, 4-1 и идет на уменьшение. Короче говоря, в принципе, бой предначертан был изначально, когда слилась линия ТТ, и нас здесь оказалось двое без нормальной поддержки ПТшки, которая стояла вдалеке. Что могу сказать напоследок о Йохе? Йох танчик классный, Йох танчик прикольный, но у меня такие ощущения, что раньше он был куда лучше. Если вы не согласны с этим мнением, напишите. Если у вас нет Йоха, но есть другие десятки, и вы не знаете, чем заняться, начните его качать, и потом поделитесь в комментариях к этому видео своими мыслями. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Играйте в танки, получайте удовольствие, качайте то, что вам нравится, а не то, что вам советуют. Но и главное, фаньтесь. Это самое важное и самое ценное, что вы можете получить от этой игры. Всех благ, всего хорошего, ну и, как обычно, мира вам. Субтитры сделал DimaTorzok